Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн. Я нахожусь в студии за операторским пультом, а в системе Skype перед видеокамерой находится Игорь Цесарский. И мы начинаем программу радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Володя! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Итак, в эфире очередной выпуск радиоблога. И я, Игорь Цесарский, начинаю его. Со мной сегодня на связи мой коллега, блогер из Нью-Джерси, Миша Герштейн. Миша, добрый день! Добрый день! Вот, но прежде чем мы начнем, напомним нашим слушателям о том, что они могут услышать нас не только в радиоблоге, но и на Ютубе, если наберут ТВ Клуб Континент. И более того, у меня есть достаточно важное сообщение, что с некоторых пор мы, я уж не знаю с каких, но может ты уточнишь, что сделаем расписание нормальное, и там будет не просто время от времени появляться ролики, а будут в конкретное время, о чем мы обязательно сообщим в Континенте, ну и в наших фейсбучных группах. Я думаю, ты не возражаешь. Я не возражаю. Добрый день! Я думаю, что примерно через неделю, следующая неделя, так что мы на следующей неделе не будем это делать, а через неделю уже запустим два раза в неделю, еще не знаю какие дни, но я думаю ориентировочно вторник и пятница. Ориентировочно вторник и пятница. Ну вот, в общем, вас ждет это начиная с сентября. Ну и, естественно, мы попробуем, чтобы не только вдвоем отрабатывать, а еще приглашать в наши эфиры людей, сторонних, но не менее интересных, чем мы сами. Вот, а теперь давай-ка мы пройдемся. Вот с чего мы начнем? С важнейшего, приважнейшего саммита G7 или все-таки с каких-то наших внутренних вещей. Меня распирает очередной раз, потому что несколько таких эпизодов произошло, которые просто необходимо мне высказать, рассказать о них. Ну, я думаю, наши радиослушатели кто-то тоже знают и обязательно подключатся. Ну, а ты прокомментируешь. С чего начнем? Ну, давай все-таки G7, это все-таки более... Давай еще G7. ...чем сейчас наши мелкие новости. Мелкие. Ну, это мелкие, но они характерные, очень интересные. И, ну, G7 в выходные состоялся во Франции. И сегодня, по-моему, закончился, сегодня они разъехались. И главными итогами G7 стало то, что, во-первых, президент Макрон обнаружил в очередной раз, что он глобалист, интернационалист, потому что он устроил... Половина этой G7 была посвящена проблемам климата, проблемам развития в Африке, на которую, в общем, народ особенно без особого интереса ходил, а Трампы вовсе не ходил. И в конце еще он решил всем показать, что у него с мозгами не очень хорошо, у Макрона в смысле, и пригласил, например, министра зарубежных дел Ирана, который... Министра иностранных дел, скажем. Министра иностранных дел Ирана, который приехал, попытался, судя по всему, встретиться с Трампом, но, естественно, не смог. С другими он встретился, они ему там все пожали руки, все там чуть не целовались, но Трамп сказал, что нет, не буду с ним встречаться, и все. Но, правда, Макрон после этой встречи пообещал, что с Ираном уже почти договорились. Да, очень уважаемый человек этот министр иностранных дел, да? Да. Ну, Макрон... И с секретарем Керри его немало связывает общего, как я помню, в бывшем. Не только с ним, да. Не только с ним, да. Вот. А потом еще... Но самое интересное было то, что Трамп договорился с премьер-министром Японии, с Шидзо Рабе, о том, что о взаимном торговом соглашении, взаимовыгодном, судя по их обоим довольным-довольным физиономиям. И, кроме того, еще Трамп умудрился ему впарить, если бы так сказать, всю ту кукурузу, которую не купил у Америки Китай. Ну, почему впарить? Японцы тоже кукурузу как-то, наверное, потребляют. Не только же суши есть. Им же, да, все-таки рис в основном не кукуруза, но... Ну, не важно. Ну, надо же какое-то еще разнообразие в питании иметь. Вот вам и кукуруза. И еще надо не забывать, что в итоге сегодня выяснилось, что вроде бы Китай поломался в этой торговой войне, и сказал, что он пойдет на уступки. По крайней мере, так сообщил Трамп, что они готовы продолжить переговоры, потому что они все время их срывают. Но тарифная война, устроенная, связанная Трампом, она, похоже, действует Китаю на нервы, потому что свою валюту можно опускать до какой-то степени, но не бесконечно, потому что начнутся внутренние, серьезные внутренние проблемы. У них уже и так начались, потому что они, хотя и рассказывают о том, что у них там 6 или 7 процентов рост GDP, но когда выясняется, когда начинают разбираться, оказывается, что не все так гладко, потому что только что чуть ли не 2 или 3 банка обанкротились. Точнее, ну не обанкротились, а как это принято, как это у нас называется, то big to fail, то есть в них там какие-то серьезные государственные вливания были осуществлены. Поэтому в растущей экономике это достаточно редкое явление. Ну и он же, Трамп же еще некоторым образом свое ФЭ продемонстрировал, господин Уси, когда на полях саммита он не очень, да, готовился с ним о чем-то говорить. Мы с ним встречались, но как, он типа обиделся, то есть не обиделся, а наоборот показал, что кто попытался показать, кто в доме хозяин, я не думаю, что господин Уси это сильно волнует, он достаточно с устойчивой психикой, но то, что ему нужно что-то все-таки решать и как-то договариваться с Америкой, это он, конечно, прекрасно понимает. И еще там был эпизод такой, что у Трампа в выходные спросили, в воскресенье была, как обычно, пресс-конференция, и он начал рассказывать о том, что, в общем, надо бы обратно пригласить Россию на этот саммит, сделать опять где-то G8, и в очередной раз палил Обаму, потому что сказал, что Путина выкинули не из-за того, что он там Крым аннексировал, из-за того, что Обама расчердился, что Путин его обманул, там переиграл, как это любят говорить. Кстати, я вот хотел спросить тебя, раз ты затронул этот момент, вот о чем. Вот как ты лично относишься к вопросу включения России в семерку, чтобы эта семерка превратилась в осьмерку, как ты видишь это? Ну, как, тут однозначно к этому относиться нельзя, естественно, но, с одной стороны, с другой стороны, все-таки Россия достаточно сильная ядерная держава, и если ее обижать, то и не пытаться договариваться, то это, в общем, приведет к гораздо худшим последствиям, чем то, что... Да, ну, ты понимаешь, сколько крокодила не корми, и вот же в чем проблема. Дело в том, что своего рода действия заслуживают определенной оценки, не то, чтобы взять плетку и отстегать, хотя это хорошо было кое-кого, но дело в том, что и Крым, и то, что происходит на Донбассе, если на это все закрыть глаза, я уже не говорю про Сирию и другими, и опять сказать вэлком господину, который в Кремле засиделся, то это выглядит как уступка большая, за которой, в общем-то, ничего не следует. Так что видится мне, что это инициатива Трампа. Конечно, он имеет определенные соображения, но репутационно и в других моментах это плохо. Мне так думают. Ну, тут как посмотреть о Китае, с историей с Южным Китайским морем, история с Гонконгом, и Китая ничего, и он как был. В Китае дело в общем, что все-таки Китай больше пока на словах, чем на деле. Я не знаю. Понимаешь, если бы завтра, условно говоря, китайская армия зашла бы в Гонконг, там наводить порядок, то тогда бы, наверное, это по-другому бы расценивалось, но на сегодняшний день это все выглядит все-таки несколько иначе, чем в России. Не знаю. А Южно-Китайское море? Ну, Южно-Китайское море, да. Вот. Ну, как? Вот из-за этого вот маленького там... Они сказали, что это их, и все. А Японцы сказали их, ну да. Ну, они контролируют, они там... Поэтому тут вопрос тонкий. Вопрос, то, что к Путину никто особенных симфоний не испытывает. Это понятно. Но вопрос в том, что хотим ли мы, чтобы Путин договаривался с Китаем? Это нет. Но выглядит... Ты понимаешь, я к чему? Что выглядит это так. С одной стороны, можно такую формулу взять в расчет политическую. Держи врага своего рядом, да? Да. То есть, чтобы более предсказуемы были какие-то движения дальнейшие, и так далее. С другой стороны, когда ты не даешь той самой настоящей жесткой оценки тому, что есть... То есть, потому что о санкциях можно долго говорить, но пока они, мягко говоря, никакого воздействия не произвели. Там мы не будем говорить, что потеряла российская экономика, что выиграла, но формально никто из Крыма не убрался, и на Донбассе стреляют по-прежнему. Понимаешь? Нет, все понятно. Поэтому тут вопрос только, я же говорю, что вопрос только в том, что хотим ли мы, чтобы Россия сотрудничала только с Китаем, который, пожалуйста, разговаривает, половина Сибири уже, это превратилось в Китай, и так далее. Или мы хотим, чтобы Россия разговаривала с Западом, и пыталась как-то, была более управляемой. Плюс еще, надо не забывать, что активная попытка Америки захватить господство во всех этих углеводах, в нефти, в газе, она упирается в северные и южные потоки, которые Россия пытается проложить. Поэтому участвовать, пытаться, как это, ставить палки в колеса России, без того, чтобы она участвовала в переговорах, наверное, тоже не очень хорошо. Ну, в любом случае посмотрим. Дело в том, что тут я могу сказать только следующее, что Европа ведет себя по отношению к России очень двойственно, скажем так. С одной стороны, демонстрирует всячески какое-то возмущение действиями Кремля, с другой стороны, благополучно подписывает всевозможные экономические документы и так далее. То есть, одной рукой мы даем, другой берем, и все нормально. Но обвиняют исключительно Трампа, потому что его высказывания идут в разрез с тем, что говорят в Европе. То есть, они говорят, нет, ни в коем случае, никакой G8, только пока Россия не одумается. Ну, понимаешь, да? То есть, получается, что вот на этом игровом поле вроде Трамп опять попадает под расклад и под удар своих всех противников, которые было, забыли уже об этом коллужен, об этих бесконечных обсуждениях его сговора с Россией. Понимаешь? Нет, понятно, понятно, что это им всегда дает какую-то дополнительную почву, для возмущения, для говорящих голов там СНН и так далее, но тем более, что, как мы сейчас знаем, что все эти головы стали исключительно бывшие сотрудники ФБР и специфические станции телевизионные. Да, но все-таки как-то же надо же договариваться. Вопрос в том, может, он это делает не совсем так, как нам хотелось бы, но возможно, что он и прав. Кто знает, а может, и не прав. Ну, посмотрим. В любом случае, я думаю, что вот то, что мы, так сказать, галопом пронеслись по полям тем самым, ну, собственно, ничего особенного там и не решалось, поэтому была достаточно какая-то, какая-то никакая встреча, потому что... Нет, ну как, все-таки договор с Японией это очень важно. Нет, с Японией, понимаешь, он мог и вне вот этой встречи G7 сделать, понимаешь? Это формально ничего не... Нет какого-то такого соглашения которое бы прозвучало глобально, знаешь, с точки зрения не только американо-японских, но общих отношений лидеров. Это все были встречи как это, на обочине этой семерки. Это да. Ну и нам явно не все озвучат. Ну хорошо. С глобального давай все-таки перейдем к локальному. Значит, я буквально несколько вещей хочу процитировать, а потом именно одно за другим. не знаю, событийно, может, это ничего особенного, но меня как-то это затронуло за дело. Есть такой комик Билл Марк. Он сделал такой своеобразный у него был спич, комментарий по поводу смерти. Ну, наверное, наши радиослушатели слышали, что умер Дэвид Кох, он один из двух братьев Кохов, которые, ну, назовем их олигархами первой степени, это одни из самых богатых людей Америки, и не только самых богатых, но и самые крупные спонсоры республиканской партии. Ну и, соответственно, надо добавить старого трамповского образца. Да, и, значит, и вот этот Билл Марр, значит, сделал комментарий, он такой, ну, не буду маты как бы озвучивать, а вот следующее, что он сказал, я рад, что он мертв, то есть, Дэвид, и я надеюсь, что смерть его была мучительной, конец его был мучительным, ну, то есть, вот такое. Естественно, это вызвало, ну, достаточно много таких негативных комментариев со стороны консервативных ряда ведущих и так далее, но при этом я, мне понравилось, как на этот же комментарий отреагировали либеральные средства массовой информации, они буквально следующее написали, что задача вот комика сейчас состоит в том, чтобы оскорблять зрителей, выталкивать их за пределы зон комфорта, то есть, иначе говоря, провоцировать, да, и вот таким вот образом он добивается некоего эффекта, вот это, оказывается, вот так сейчас комментируется, но у меня вопрос в связи с этим такой, вот если, ну, по очищанию Богу душу отдаст судья Гензберг, допустим, да, или всеми нами любимый, обожаемый господин Сорос, и кто-то вот из консервативных ведущих, ну, вот, там, Марк Легин, там, Бен Шапира, неважно кто, там, Прегер и так далее, напишет примерно и выскажет примерно в духе этого комика, и я представляю, что целый год СНН будет от возмущения кипеть, взрываться и так далее, вместе со остальными. Что же была как раз такая же ситуация с Крисом Куомо, который, слава богу, не умер, ведущий СНН, но который, которого какой-то там не особо умный человек обозвал Фреда, и Крисом Куомо от возмущения пообещал сбросить его с лестницы и так далее, и многие консерваторы, вместо того, чтобы осудить Криса Куомо, который, в общем, совершенно без повода впустился в нецензурную лексику и в угрозы, а они сказали, о, ну, он там, да, его там обидели и так далее, поэтому консерваторы уже научены, и кроме Трампа я не вижу, что... Ну, это, понимаешь, на смерть человека, как бы, кто его любил, не любил, говорить подобное, на мой взгляд, это, это, это из области такого морального уродства, скажем так, но это не все еще, значит, есть такой, уже бывший, правда, заведующий отделением психиатрии медшколы университета Дьюка Эллен Фрэнсис, и вот, что он заявил, что президент Трамп может быть ответственен за гораздо больше миллионов смертей, чем Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Мао Цзэдун, то есть, вместе взятые, иначе говоря, психиатр, которому надо людей лечить, мне кажется, сам нуждается в лечении, потому что сделать такое заявление, это надо быть уже, ну, сверх идиотом, и что интересно, что ведущий благополучно это скушал, а потом, когда его спросили, а че ж ты, мол, ну, как-то никак не отреагировал, все, он сказал, что он не очень расслышал, то есть, у них со слухом, оказывается, на CNN тоже плохо, но, наверное, им надо уши чаще прочищать чем-то там, я уж не знаю, или ваточкой, или чем-то поболее, ёршиком, а? Они же психиатров приглашают, а не ушных врачей, поэтому... Ну, видимо, видимо, пора, да, пора, пора... Вообще за серьезную новостную организацию уже нельзя считать, потому что, как я уже сказал, что только что они наняли себе Энди Макейба, которого позором выгнали из ФБР за вранье и за спортивное поведение, и сам СИН ругал его за полгода назад. Теперь он стал, в общем, специалистом, как, как называется, комментатором. Миша, они же сжалились просто потому, что без пенсии человек остался. Да, да, я понимаю. Парли из-под носа увели. Но хорошо, это еще не все. Значит, есть такой ведущий Джо Уолш. На прошлой неделе, ровно неделю назад, ровно в этой же программе я рассказывал про Джо Уолша, который в какой-то степени коллега, он вещает на 5,6 АТМ-волна, и он как раз стал из такого рьяного консерватора превратился в такого отчаянного невер-трамписта. Так? И не успел я каким-то образом на эту тему поговорить, в том числе с нашими радиослушателями. И тут я вчера читаю, что Джо Уолш собрался в президенты от республиканской партии. И вот, что он говорит, что... Сейчас я найду. Друзья, я решился, мы не можем, чтобы Дональд Трамп был президентом еще 4 года. Поэтому я намерен выдвигаться в президенты. Это будет нелегко. Но храбрость, это всегда нелегко. Давайте покажем, что мы готовы быть храбрыми. Кому он это покажет? Я не знаю, кому он это покажет. Он покажет это только Эндонис Карамучи, который тоже тут недавно вылезя на СНН стал говорить всякие гадости про Трампа. И, в общем, оказался человеком достаточно ограниченных умственных способностей. Вот. А Джо Уолш, в общем, личность достаточно интересная, потому что он был один из лидеров в принципе Ти-Партии в свое время. Но мы вспомним еще одного вашего, ну, не вашего, Мичиганского этого, как его фамилия, который недавно вышел из Республиканской партии. Он же тоже был, он был один из основателей Freedom Caucus, но тоже у него он не выдержал Трампа, и тоже, он же был первый республиканец, который потребовал импидж в Конгрессе. Ну, в общем, как классик писал, не вынесла душа поэта, позора мелочных, обид и так далее. Вот. Но этот стихами не говорит, этот пишет, что нельзя верить ни одного ему слова, Трампа, значит. Он безумен, он чудаковат, он жесток, он нетерпим, он некомпетентен, он не знает, чего он делает, он нарцисс. Это цитата из Джо Уолша. Ну, я думаю, что вот все вот эти приведенные примеры говорят только о том, что безумцев хватает по обеим сторонам политического спектра. Но самое интересное, вот во все этой связи следующее, вот, ну, по СНН-овским все понятно, а вот по части Уолша хотелось бы, конечно, узнать, а кто финансирует и на какие такие деньги этот парень решился пойти в президенты. Но об этом мы еще поговорим, а пока мы послушаем рекламные объявления и через несколько минут вернемся. Друзья, мы продолжаем нашу программу, продолжаем программу радиоблог с Игорем Цесарским. Пожалуйста, Игорь, вы в эфире. Да, добрый день. Итак, со мной сегодня напомню, что Николай Гештейн из Нью-Джерси, блогер и мой соведущий по радиоблогу и по ТВ-клубу Континент, который, вот как выяснилось для меня только сегодня предполагается в выпуске его во вторник и пятницу. Но не в эту пятницу и не в этот вторник, а вот в сентябре уже, наверное, когда будет пройден День труда, да, отпразднуется все, там мы уже что-то будем предпринимать, чтобы передачи выходили регулярно и чтобы, соответственно, наша аудитория не скучала и могла послушать то, о чем мы говорим. Скажи, пожалуйста, У нас уже звонок есть, Игорь, у нас уже есть звонки, можем Да, я как раз хотел предложить напомнить номер телефона, подключая в их имя. Видимо, уже, да. Все уже знают номер телефона и звонки. Все уже знают, но я тоже думаю, но тем не менее... Можем сказать еще телефон 847-400-5200 и принимаем звонки радиослушателю. Да, пожалуйста, слушаем. Добрый день. Разрешите высказать свое мнение. Во-первых, проблему России на G7 они сами забеременели, сами пускай рожают. Путин туда не просился. Второе, у меня к вам большая просьба, вы перестаньте заниматься пропагандой. Украина потеряла Крым из-за того, что мы устроили там переворот, а Яценючка-подлючка обещала подождите, подождите, кто такие... Базу в Крыму. Кто мы? Алло. Кто мы? Скажите, пожалуйста. Виктория Нуланд. А? Устраивает это вас? Как? Виктория Нуланд. Она устроила переворот? Да не она устроила, она все это организовывала вместе с Джаном Маккейном и обещала Яценючке постпрезидента, а он ей обещал замен базу в Крыму. Теперь дайте мне закончить. К сожалению, при всем положительном, что делает наш президент внутри страны, я должен согласиться с Джо Уолшем. Понимаете, он за пределами нашей страны действует как real estate developer. Понимаете, вместо того, чтобы представить себе дипломированного дипломата, который бы научил его, как вести себя за пределами нашей страны, он, извините за выражение, иногда несет чушь. И вот вам несколько примеров. Помните химические атаки в Сирии? Кто-то ему подставил, пойди и скажи это на весь мир. Россия, берегись, умные новые ракеты полетят в Сирию. Потом эти новые умные ракеты, которым ума не хватило долететь туда, куда надо, шлепнулись на землю Сирии и не взорвались. Россия врет, причем Пентагон. У нас лимитировано время, мы вас поняли, мы вас услышали и сейчас Михаил попробует вам ответить. Хорошо? Хочу сказать, Игорь, вам и Михаилу о том, что у нас еще звонок есть, поэтому можем его принять. Ну давай премемим, а потом уже на оба попробуем. Слушаем вас, слушаем, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, у меня кардинально противоположное мнение, а насчет Джо Волша я с вами согласна, это выглядит просто смешно, я боялась, что Кейсик выдвинет свою кандидатуру, а тут вот это посмешище выдвинулось. Ну а кто финансирует? Ну конечно, самые злейшие враги Трампа, больше некому. А вот насчет нужно ли принимать Россию, я уже спорила по этому вопросу с вашим соведущим, Игорь, но я совершенно не согласна. Пакистан и Индия тоже очень сильные ядерные страны, но их почему-то никто не приглашает быть членами, ну присоединиться к G7. Они, наверное, члены там G20, я не знаю точно, но G7 их точно никто не приглашает. И поэтому вы говорите, не работают санкции, очень хорошо работают. Если бы не работали, Путин бы не предлагал столько усилий, чтобы их отменили. И посмотрите, как начались выступления в России. Люди раньше сидели тише воды, ниже травы, когда было хорошо жить. А сейчас уже стал холодильник побеждать телевизор. И это очень заметно. Сколько людей арестовали во время выступлений. Поэтому надо просто времени дать немножко. пять лет это еще ничего, при том, что эти санкции нарастали. То есть и действие нарастало, поэтому нужно набраться терпения, мне кажется. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Мы слышали и вас. У нас еще звонок есть. На оба звонка. Есть еще и третий. Володь, ну давай попробуем. Да, ответим. Потом или попросим вас перезвонить, мы ответим и звоните опять. По поводу первого звонка я особенно много сказать ничего не могу, потому что теория про то, кто кому отдал Крым, много. Вдаваться в подробности мы не будем. А насчет того, что если ему нравится Джо Уолш, то пусть он голосует за Джо Уолш. Никто не мешает. Сразу же после этого насчет Кейсика бояться того, что выдвинет Кейсик свою кандидатуру тоже не нужно, потому что ну, что он может в своем Ахайе может быть он там процентов 10 наберет. Проиграет Трампу со счетом 90-10. А в остальных он вообще ничего не наберет, поэтому скажем так, реальных сейчас я не вижу никаких альтернатив Трампу. То есть не видно, кто бы мог пойти и составить ему действительно какую-то конкуренцию на выборах. И те, кто мог составить конкуренцию, Доналд Трамп Джуниор. Не, ну на самом деле видишь, какие интересные мы узнаем вещи относительно того, что госпожа Нуланд оказывается имеет такую просто гигантскую... я не хочу вдаваться насчет России, что G8 единственная причина G7 G8 значит как бы единственная причина, почему хотят Абрама, потому что она там в какой-то момент была, поэтому Индия туда, по-моему, не входит, Пакистан раз в 10, раз в 5 меньше Индии, поэтому вообще там делать нечего. А на самом деле в этом есть определенная логика, конечно, что Россия не единственная страна, которая могла быть там присутствовать, поэтому скажем так, что вполне можно было бы просто как бы единственное я думаю, что почему Трамп хочет, чтобы она была просто из-за того, что по ее ядерному арсеналу, что их сильно злить все-таки не нужно. И скажем, Индия сама по себе, Индия, Китай как бы по боку, а Россия от Китая достаточно сильно зависит, и это никому не интересно. Я понимаю, эта логика мне понятна, но понимаешь, есть другой момент. Идиться за то, чтобы ее включили обязательно не нужно, вот так вот скажем. Да, ну, наверное, так. С другой стороны все, мне вот Володя сигнализирует, что у нас звонки, давайте мы попробуем поговорить с другими нашими слушателями, можете затрагивать любую из тем, которые сегодня у нас звучали. Спасибо. мы вас слушаем, вы в эфире. Безусловно, вопрос о введении России в восьмерку следует принять Россию по двум причинам. Прежде всего, коллективное вот это разумное размышление по поводу поведения России в этой восьмерке, а по России будет чувствовать, что как нужно вести себя. То есть, она как бы под контролем. И второе, что они все-таки морально будут чувствовать, что Россия считается. И поэтому будут, Кремль будет идти на определенные критические замечания. Я думаю, они будут как-то реагировать на это. Поэтому Россия должна быть на виду в этой восьмерке. Спасибо. Понятно ваше мнение. Ну, опять-таки, как бы, поскольку Путин сидит там уже сколько там, 19 лет, 18 лет, будет он там критически или не будет, неизвестно. Как ты правильно сказал, или как сказала предыдущая Занюша, что сейчас все эти беспорядки, которые были, говорят о том, что, в общем, там устанавливается уже культ личности и в полном размере, потому что бояться выборов в Московскую Думу и сажать людей там за то, что они вышли на митинг, это, конечно, с моим посетителем. Понятно. Это даже комментировать не стоит. Да, слушаем вас. Еще звонок есть у нас. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать насчет первого, насчет того, что кто-то выдвигает себя сейчас в кандидаты в президенты. Если бы происходили бы сейчас, некому вообще было бы выступать против Трампа, Трампа победил бы, как говорится, как говорят в России, одной левой. А насчет того, что приглашать Россию или не приглашать Россию, Трамп, еще, когда он был кандидатом в президенты, он говорил, что его Украина не интересует, потому что у Америки нет никаких отношений к Украине, нет никаких выгоды, чтобы завязываться с Украиной. Поэтому он, я уверен, что он будет приглашать Путина на следующий год в Америку. Ну, вот здесь как раз я бы хотел возразить. Почему? Потому что сказать так, что у него нет интересов каких-либо, предположим, экономического характера, и, соответственно, его не интересует этот вопрос. Это неверно. Почему? Потому что Украина находится геополитически в таком месте земного шара. Это сосед России и это страна, которая попала, к сожалению, под такой расклад, оказавшись между двумя полюсами. И вот если не оказывать какой-то поддержки как-то политической, экономической и так далее, то большой риск существует ну, собственно, поглощения. И поэтому вот скажем так, что этого не хотят ни в Западной Европе, ни Америка, ни другие страны, которые озабочены какими-то подобными проблемами. Что ты думаешь, Миш? Я стараюсь на международную тему особенно не вдаваться в детали, но ну да, суверенитет есть суверенитет, и, конечно, быть второй скрипкой с Россией Украина вряд ли хочет. И делать только то, что хочет Россия, понятное дело, что им это неинтересно. Но с другой стороны, активное давление со стороны Америки, которое было до Трампа, о том, что нужно вступить в НАТО, о вступлении в Россию, в этой Украине, в Евросоюз, и так далее. То есть, то, что нарушает геополитические интересы России напрямую и в таком соседстве, это, то, понятное дело, что это тоже как бы надел очень осторожно. Поэтому, поскольку как бы Украина гораздо больше общего с Россией, чем с Западной Европой и с Америкой. Поэтому разрушать эти отношения за счет построения новых, я не уверен, что это правильно. Ну, насчет, скажем, разрушений, я очень сомневаюсь глубоко в том, что исключительно американское влияние Запада повлияло на то, что Украина сказала следующее, мы оставляем скажем, своего так называемого старшего брата в одиночестве и устремляемся в Европу. Так? Все-таки там это нормальное отдельное государство, которое собирается строить свою политику, исходя из того, что хотел бы народ Украины. Но у нас еще звонки, послушаем. Добрый день, слушаем вас. Алло. Я очень удивлен, что весь мир как-то очень спокойно смотрит на то, что творится в Москве. я просто удивлен. Ведь те ролики, которые идут, а как не делала полиция студентов, это же, ну, не знаю почему, это никого не волнует. Это первое. Да, если вы знаете какую-то реакцию мировую, хотелось бы услышать. Может быть, я ее не нашел в интернете. И второе. Вы знаете, там выступал один товарищ, который защищал Путина, он очень хорошо работает у нас в Нью-Йорке на пару с Наксоном. То, что Наксон говорит шепотом, то он озвучивает громко и ясно, что вот надо голосовать за социалистов, чтобы к нам ехали нелегалы, чтобы ненавидели евреев и так далее. Это его на пару с Наксоном хорошая пара. Это конек. Ну, хорошо его. Ладно, что ты скажешь, Миша? Спасибо. То, что Субин не видел ничего нигде насчет, практически нигде насчет того, что происходит в Москве, что, конечно, удивительно с другой стороны. А с другой стороны, это объяснимо благодаря тому, что из России уже здесь построен настолько сделали образ врага, говорить про Россию вообще как бы лучше вообще ничего не говорить. Поэтому, то есть, то, что хотели, то и получили. Теперь при беспорядках в России они уже боятся как-то говорить о чем-то и что-то делать, потому что непонятно, на какую сторону они тут стоят. Ты понимаешь, при всем безобразии, которое там творится, всегда у России есть свои аргументы в этом плане, а посмотрите, типа, на желтых жилетов, там, ну и так далее. То есть... Или на наш же порт, он. Да, да, да. Они, у них есть своя пропагандистская машина, которая на полной, работает на полных оборотах, и поэтому, собственно говоря, делается все так, чтобы уравнять то, что происходит там, мол, мы соблюдаем законность и все, любые выступления, шаг в лево, шаг в право. Ну, то есть, как при нормальных каких-то диктатурах это так и происходит. Что-то у нас, Володя, какой-то гул идет. Ты следишь там, что там? Есть фон, но, честно говоря, не связан с нами. Возможно, это какие-то огрехи и трансляции через скайп. А, это скайповские дела. А то я понял, мне показалось, что не отключен просто наш радиослушатель, поэтому вот такой идет фон. хорошо, видишь, очень много вопросов возникает относительно... У нас еще звонок, кстати, есть. А? У нас еще есть звонок. Есть звонок, хорошо, принимаем. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день, можно высказаться, да? Пожалуйста, только коротко. Я хотел бы высказать насчет G7. Россию ни в коем случае нельзя принимать в G7, потому что G7 это клуб элитных, демократических государств, при этом экономически мощных. Поэтому Россия ни по каким параметрам туда не подходит. В свое время ее приняли в надежде, что она станет такой же, как все. Она это не оправдала. Путин должен входить в элитный клуб каких-нибудь диктаторских стран. Иран, Сирия, Северная Корея. Вот они пускай там создают свои G7, G12, какой хуя, хотят. Но ни в коем. Я абсолютно про Трамповец. Но здесь с Трампом я полностью, полностью не согласен. Немного с Россией. Вот тут я одну вещь скажу, несмотря на то, что меня не греет идея того, чтобы Россия была в семерке, ну то бишь стала восьмой. Вот. И то, что она авансом была когда-то еще при Ельце не принята, это понятно. Но вот как вы рассматриваете относительно демократического Китая вопрос, мне тоже интересен, потому что там тоже, если с этой точки зрения смотреть Китай никак не подпадает. Китай, Китай не должен быть в ЧСЭЛ тоже, а он туда и не бросится, его туда, кстати, не приглашают, насколько мы все знаем. Россия очень хотела бы быть среди элитных государств, очень хотела, хотя они это скрывают. но мне кажется, что туда ее не стоит принимать ни при каких обстоятельствах. Они уже себя проявили как могли. Ну, ваше мнение понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. У нас еще звоночки есть. Есть? Пожалуйста, принимаем. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Рамп абсолютно правильно все делает. Если он понимает, что значительно труднее будет вести гонку вооружений с двумя странами. С Китаем и с Россией. Это обойдется Америке так же тяжело, как Советскому Союзу обошлось гонка с Америкой. Извините, у меня вопрос сразу к вам, раз вы уж позвонили. А как вы видите, это порознь эта гонка ведется? в отношении России, в отношении Китая? Или просто выделяются средства на Пентагон и мы создаем новые вооружения, поддерживаем то, что есть? Да, мы на это выделяем деньги. Нет, но я имею ввиду, что это выделяется не только как бы персонально на российскую тему, персонально на китайскую. То есть, потому что, основное, на что они смотрят, это на Россию и на Китай. А, вот так. Ну, Миша. Я просто имею ввиду, я думаю, что имеется ввиду, что Китай, сотрудничество Китая с Россией это гораздо сильнее, чем отдельный Китай и отдельный Россий. Это двойной геморрой для нас. Не двойной, а тройной или четверной. Тройной даже. Ну, понятно. Не, ну, естественно, скажем так, взаимодействие Китая с Россией как противовес Америке, это, понятно, заботит наших политиков, но, наверное, мы понимаем и другое, что там тоже два таких лидера стоят, которые сегодня будут жать руку, а завтра неизвестно что. Ну, как, Китай пытается выкрутить, выжать из России все, что может. Не пытается, он выжимает. Ну, выжимает, благодаря тому, что Россия под санкциями, больше деваться некуда. Китай живет, известно, какой философии, они не торопятся. Да, они не торопятся, а Россия торопится, поэтому... Ну, Россия может торопиться и заявлять все, что угодно, но, объективно, мы же понимаем, что Китай, так называемый тихой сапой делает свое дело и не ровен час. Вопрос, хотим ли мы, чтобы Китай, чтобы Россия была контролирована... Сыргимым придатком и вообще территории. Нет, ну, естественно, это вряд ли устроит, поэтому... при том, как она расположена, конечно, что там другого нету, и поэтому нужно всеми силами пытаться ее оттуда отцеплять. Ну, да, я понимаю, что здесь... Естественно, я думаю, что хочет Трамп, это именно этого. А то, что другие политики этого не видят, ну, как бы... Не, но другие политики, понимаешь, его же ругают не только из-за российских дел, его ругают, и то, что он, вроде как, затеял войну торговую с Китаем, и что это принесет большое поре нам, и так далее, и так далее. Кстати, вспомни, ну, любое, чтобы... Китай, потому что я вот только что как раз читал по этому поводу. 20 лет назад, 20 чем-то там лет назад, когда Клинтон был президентом, и когда начался, в общем, бурный рост Китая, Китай был тогда на уровне... GDP Китая был на уровне Голландии. Вот. То есть это было на уровне мелкой европейской страны. И с тех пор он, как это, почти догнал и перегнал всех. Экономика росла по сколько процентов в год, каждый год. Ну, ты что? Правильно, но им же помогали. Им же, конечно, помогали. И плюс, они же имели те же преференции, против которых он, наконец, и выступил. Сказал, хватит называть страны-гиганты вообще развивающимися. Это же бред. И давать им определенные преференции в этоу и так далее. которые имеют при развивающихся странах. Ну, но с другой стороны это же знакомая критика, потому что стинание по поводу того, что теперь с Мексикой мы тоже поругались навек, и что авокадо будет дорогим, ну, как-то вроде бы ничего, да, из-за авокадо в общем голод не наступил и разруха. нет, пока нет. Ну вот, так что я думаю, что торговая война с Китаем тоже не грозит нам каким-то мечом. Ну, тут просто Трамп, в отличие, например, от Обамы, четко понимает, когда можно выступить с позицией сил, а когда нет. С Китаем и с Мексикой, естественно, с позицией сил. Да. В России другая ситуация, потому что с Россией паритет практически по ядерному оружию. Ну, там паритет по ядерному, но, тем не менее, во всем остальном понятно, что амбиции амбициями, но кому-то надо сбавить обороты и отнюдь не нам. Ну, хорошо, у нас вроде, смотрю я на часы, час этот пробежал быстренько, мы благодарим всех тех, кто провел с нами этот час, слушая, задавая вопросы, интересуясь тем, о чем мы говорили, и до новых встреч, и не забывайте про ТВ-клуб Континент, приходите, как мы обещали, там будет тоже интересно. Спасибо.